МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ряды вооруженных сил Таджикистана завершен. В таджикскую армию призваны молодые люди с 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу. В Министерстве обороны Таджикистана утверждают, что около 60% призывников добровольно пришли в военкоматы. Однако избавиться от незаконного и принудительного привлечения призывников в армию, устранить так называемые облавы пока не получается. Из Сагдийской области передают Камари Ахрор. 21-летнего Алиджона Азаматова сотрудники военного комиссариата увезли в первом часу ночи, вытащили практически из постели. Это произошло 15 мая. Мама новобранца Шарифа уже который день стоит у дверей военного комиссариата в надежде хоть что-то узнать о судьбе своего сына. Шесть или семь человек пришли ночью домой. Спросили, где твой сын. Я ответила, что он у себя в комнате. Сын вышел и они его увезли. Сейчас я одна. Молодых ребят очень много, но забрали именно моего. Потому что детей богатых людей никто и не решается призывать к военной службе. Увозят только из малоимущих семей. У кого нет денег и поддержки, они всегда мучаются. Кроме тети Шарифы, десятки родителей стоят в ожидании оглашения будущего их сыновей у военного комиссариата Сагдийской области. Многих парней привезли сюда во время облавы. Родители даже не были оповещены. Теперь их не задерживают на улице, как это было раньше, а приходят по месту жительства после того, как молодые люди оказались в комиссариате. Им разрешили позвонить родным. Фаридун Атабоев, сотрудник военного комиссариата Сагдийской области, отвергает все обвинения по поводу насильного призыва молодых ребят к военной службе. Он отрицает сам факт существования облав. Начиная с 1 апреля текущего года начался весенний призыв молодых ребят на службу. За полтора месяца из 18 городов и районов Сагдийской области молодые ребята самостоятельно пришли в призывную комиссию. И за этот период призывной план был выполнен на 92%. Процесс призыва показал, что случаев облавы или привоза призывников в военный комиссариат из общественных мест или их домов насильственным путем не было. Тогда возникает вопрос, зачем группа родителей стоит за забором военного комиссариата, только лишь в надежде увидеть своих сыновей или пожаловаться на облаву. По официальным данным, в стране насчитывается более 600 тысяч молодых людей призывного возраста. Из них около 150 тысяч имеют право на отсрочку или освобождение от призыва, поскольку непригодны для прохождения армейской службы еще около 100 тысяч, находятся на заработках за пределами страны. Даже из остающихся 350 тысяч лиц призывного возраста для нужд вооруженных сил требуется всего 15-16 тысяч человек. Получается, что из 20 молодых людей призывного возраста только один призывается в армию. План призыва приходится выполнять, зачастую нарушая права новобранцев, говорит адвокат Дилафрус Самадова. Один из моих подзащитных, который обратился ко мне в мае, рассказал, что его задержали прямо в общественном транспорте, когда он ехал на учебу в университет. Его сняли с автобуса и увезли в военный комиссариат. Только по одному этому примеру я могу сказать, что если за два месяца призыва это будет только единственный случай, уже имеет место в нарушении прав человека. Многие молодые люди уклоняются от военной службы по причине плохих условий в армии. Их тревожат нездоровые отношения между сослуживцами в воинских частях. Ахмат, студент Худжанского государственного университета, говорит, что его брат вернулся из армии с плохими воспоминаниями. Теперь и у него нет желания служить. Мой брат вернулся со службы совсем другим человеком. Он очень страдал там. Его здоровье серьезно пошатнулось. Ему даже сделали операцию. Он стал очень нервным и не сдержанным. Зачем нужна такая служба? Гидовщину называют основной причиной нежелания служить в рядах таджикской армии. Такие громкие случаи, как избиение шахбола Мерзвоева, жителя Аштского района, со стороны сослуживцев в 2014 году, убийства солдата Фердабса Каримова, жителя города Худжанд в военной части Канебадамского района в 2015 году, очень активно обсуждались в СМИ. Аналитик Алиджон Саматов предлагает выход из сложившейся ситуации. Во-первых, надо улучшить условия в военных гарнизонах и военных частях. Мы сегодня можем увидеть солдат на улицах, на головах у них военная фуражка, а на ногах кроссовки. Во-вторых, у меня вопрос с командиром. Есть ли у нас военный устав, который определяет, в какой форме солдат может появиться в городе? В-третьих, сотрудники военных комиссариатов должны быть чистыми на руку и обращаться ко всем призывникам одинаково с точки зрения закона. Только в этом случае молодые ребята сами добровольно пойдут служить с гордо поднятой головой. Правозащитники утверждают, что несмотря на все усилия властей призывать молодых ребят к службе в армии законны, весенний призыв вновь показал, что случаи правонарушения есть. До сих пор сотрудники военных комиссариатов по районам и городам республики принудительно привлекают молодых людей на службу в армию, очень часто используя силовые меры призыва, такие как облава. Репортаж подготовил Камари Ахрор, Саддинская область. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете позвонить на наш номер 44-640-10-11. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона была Шахадация Ибназарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на сайте в интернете www.iwpr.net или www.kabar.azia. А также на фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку IWPR Таджикистан. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова с вами поговорим о том, что важно. Редактор субтитров А.Семкин